Огромный большой бизнес. Пока на нем делают деньги и будут делать. К спорту массовому это имеет очень опосредованное, по-моему, отношение. То есть у нас тратят деньги на футболистов какие-то безумные, ну, мировые деньги. Более того, у нас переплачивают, очевидно, потому что наши футболисты просто ниже всякого порога развлечения получают хорошие деньги. Поэтому, конечно, масса ребят хочет быть профессиональными спортсменами. Очень развит у нас силовой спорт, все эти бесконечные виды борьбы и так далее. Но особенно на Северном Кавказе, на это все вещи известные. А к тому, что называется здоровый образ жизни, вы знаете, мне не кажется, что в России какой-то нездоровый образ жизни. У нас гораздо меньше стали курить, ну, просто очевидно, намного меньше курить. На улицах, в метро я постоянно вижу людей, у которых просто рубашка не сходится, на бицепсах. Может, это и не очень здорово, может, это чересчур, но, тем не менее, их невероятное количество. У него в СССР таких было меньше, на глазок, что называется. Вот, поэтому, ну, пьянство, да, тем более, что его активно поощряет государство. Водка сейчас будет чуть по 100 рублей, чуть не по 50 рублей. Ну, спаивание такое специальное, это да. Но в остальном, мне кажется, что у нас довольно... Кто хочет следить за своим здоровьем, вполне может это делать. Это вполне престижно, это вполне развито, но не попадет он в фитнес-клуб высокого класса. Ну и что? Вот во дворах стоят все эти бесконечные штанги, отжимайся, подтягивайся. Кто тебе мешает? Никто.